Ну что, народ, гудыбенинг, настало время Ла-Ла Лиги. Надеюсь, сама эта Ла-Ла Лига не будет над нами лолировать, потому что сегодня у нас покопенинг во время тотцев Ла Лиги. Честно говоря, я не знаю, специально Electronic Arts это делают или нет, но с каждой новой командой тотцев эти сами тотцы становятся все лучше и лучше. И, понятное дело, поймать их сложнее и сложнее. Накопил я неплохие пакцы, конечно же, все равно какую-то часть я оставлю на Лигу 1, ну потому что там бупи, понимаете, все дела, да? И будут особые, конечно, наборы, типа 8 игроков с Ла Лиги, игрок тотцев чемпионата Содовской Аравии и, конечно, кумир 90+, которого я собрал, а через час ей выпустили требования, которые гораздо проще. Но перед тем, как мы начнем, ну невозможно не посоветовать магазин Овечкин Коинс. Капец, курс на монетки снижен уже просто до нельзя, дешевле чему и вы нигде не найдете. Кроме того, есть возможность взять подписки PS+, любые игры на всех устройствах и продать золотые монеточки. А нужен аккаунт с топ-составом, особенно сейчас, это к Александру Овечкину. А может быть, наоборот, вы хотите продать ваш суперкрутой состав? Овечкин Коинс вам поможет. Магазин официальный, на все покупки есть чеки. А по промокоду GUNNER вы получите скидку до 50% в зависимости от объема заказа. Все ссылочки где? В описании. Давайте начнем с рандомного набора за 5К. Я чувствую, если здесь будет ОЦ, это будет очень... Мда... Сегодня, кстати, так получается, что почти все наборы непродаваемые. Так что, ну... Самое то, поймать Венисиуса, да? Ведь я все равно не получу никаких монет за это eSports. Смешанный. Смешанный. Смешанный, помешанный. Опять же, я когда вижу вот эти анимации канмибола, говнобола, мне всегда кажется, что я поймал какую-то особую карту, это херня. Похожая хрень. Ну и похожая хрень в плане дропа, но на этот раз отчасти рейтинг. Ну-ка, пак за 50К. 83+, гарантированно. Но это не тоц. Ну какие тоцы. Вот вратарь, вот замечательно. 84, самое то. Ну вы серьезно? Господи, боже. Откуда у меня столько золотых рарных карт? Кстати, я тоже не понимаю. Только игроки для создания состава вашей мечты. Это обман, честное слово. Вот просто поменяйте хоть описание, потому что это больше, знаете, звучит как какой-то тролль. Игроки для создания... Вот честно, вот идеально для состава моей мечты. Вы знаете, как я люблю, конечно, ловить кросса, там, в качестве дубликата, чего-то еще. Но это явно не для состава моей мечты. Тролльнули, тролльнули. Оценил, оценил. Вот это да, состав моей мечты. 7 дубликатов. Так, ну поехали на гарантированный рейтинг. 83+, это 83, наверное. Ну конечно, ну конечно же. Ну как я мог сомневаться. Пакциз за ежедневный вход первый. Пошел. Борт. Тоже, наверное, 83. Ох ты, какая линка-то прям приятная. Как будто бы и не было этого нотингема пару дней назад, да? Так, ну что, два редких золотых снова, 81+, но здесь уже чисто 81-82. Бавария, Тоттенхем, клубы, которые очень любят фанаты Арсенала. 5 игроков, 80+. Вот здесь я чувствую, кстати, может хотя бы быть волкаут. Подождите, хотя бы волкаут. Португалия, правый, конечно. Конечно, 10 волкаутов. Сразу же Рикардо Перейро. И, наверное, еще 5,83 за ним. Двойные наборы игроков 83+, но здесь-то что-нибудь. Да, конечно. У меня в клубе нет рейтинга вообще. Вот прям, вот абсолютно. Нахрена мне давать еще одного 84-го? Ну неужели нет еще и Шмейхель дубликат? Ну серьезно. У меня не было никакого рейтинга. Я все, весь рейтинг отдал на сборку мира. И мне дают двух вратарей, которых я уже поймал. А знаете, что самое забавное? Я знаю, что сегодня, скорее всего, поймаю парашную икону. Но все равно я соберу еще один пак с иконой. И поэтому я сюда отдам все эти дубликаты, да. Так что, ну, хотя бы не так обидно. Еще один набор 83+, дайте хотя бы парашного МЛСовского ТОЦа, но нет. Это Джорджо Кьеллини. Еще один двойной набор 83+, сколько можно? О, волкаут. Вы знаете, я уже настолько рад увидеть обычный волкаут, что я даже вот на всяких там Милинко Вячесавичей уже реагирую. О, а, ну, единственный игрок Барселоны за сегодня, скорее всего. Редкий мега набор. Непродаваемый. Давайте. О, мой гот. Еще один редкий мега. Это, кстати, за Райвлс. В редком мега наборе не дать даже сраный борт. 84+, два игрока, что здесь. Ну, волкаут, хорошо. Англия, ФРВ, Кейн. Считайте, поймали Тотсу. Еще одно прекрасное сочетание. Не, ну, серьезно, скорее всего, и Спортс что-то уже знает про этот аккаунт. Еще раз два игрока 84+. Но здесь уже не волкаут. А, ну, понимаете, да, когда камера смещается в другую сторону, ты вот вообще не ждешь волкаут, а тут взяли и опять меня тролльнули. Ну, хорошо. О, честное слово, ну, что-то они знают. Манчестер, Ситинтер, это же финал Лиги Чемпионов. К чему мне сейчас дали Тоттенхэм Арсенал и финал Лиги Чемпионов? Тоттенхэм и Арсенал, обе команды проиграли свой финал Лиги Чемпионов. Возможно, мне сейчас дадут какого-то игрока с Ла Лиги, который проиграл свой финал Лиги Чемпионов. Вы чекайте. Три игрока 83+, может быть, прямо сейчас дадут. Нет, ну, это всего лишь волкаут. Но этот чувак свой финал Лиги Чемпионов не проиграл. Спасибо, что без дубликатов, вот без шуток. Три игрока 83+, снова. Вот здесь, может быть, Тоттсик нифига подобного. Ну, 85-й Аспас. Лучшие игроки Ла Лиги. Вот здесь я, честно, жду Тоттса. Какого? Не знаю, но Тоттса. Не, ну, Каравахаль, конечно, безусловно, один из лучших на своей позиции. Но чё-то, да. 8 игроков с Ла Лиги. Здесь уже не пишут, что лучшие и не лучшие игроки. Но вот, легендарный Усман, но... Бра! Последний набор своей семьи игроками из Ла Лиги. Опять же, нахрен мне Тоттсы. Нахрен мне Борт, чуваки. Если можно отдать миллион дубликатов. Сплю и вижу, когда же я поймаю очередной дубликат. Миллионы дубликат. Пак с 30 игроками. Вот бы было 30 дубликатов. Ммм, это ж сколько я могу сделать золотых апгрейдов. Так, ну, если здесь уже не будет никакого Тоттса, то я... Ну, не, чуваки, ну, это слишком, на самом деле. Это как-то вообще некрасивый Испортс, абсолютно. Ну, и 10 игроков 83+, почему бы нет, давай Тоттса. Да вы серьёзно, даже здесь Тоттса не дать, ну вы чё? И один дубликат, ну, тут тоже спасибо, конечно. Печально, досадно, но... Кто знает, может быть, это всё просто подогрев. К португальским флагам в паке с Тоттсом Саудовской Аравии. Давай, Португалия, нет. И это даже не салах, чуваки. Идеально просто. Ладно, Испортс, вы не даёте мне никакого Тоттса, да? Спасибо за это большое. Тогда я сам приду и заберу одного Тоттса у вас из рук. Пусть это будет самый парашный Тоттс, пусть это будет самый квиксельный Тоттс, но я сейчас сделаю оставшиеся странные победы в кубке вашем, в кубке Ла Лиге, и заберу, возможно, Венисиуса. Ну, или не Венисиуса. Ну, этот состав я вроде должен обыгрывать, чуваки. Ой, какой же сочный чипшот от Педри. Просто ты, боже мой, походит. Ага, отскоки. Маэстро Бензима. Привет, Питер. Ай-яй-яй, как хорошо. Де Маркос, Де Маркос подключается к атаке. Де Маркос. Рарный не летал, чуваки, на секундочку. Бензима. Отобрал. Ну и давай. Как? Кто это? Это что, опять его? Я сама неотвратимость. Фурлан. Фурлан лоншот. Мы, конечно, доминируем, но чё-то мне 1-0 вообще не нравится. Всё-таки я не Фабио Капелло. Я предпочитаю 2-0. Как фанат Арсенала, конечно, ещё зря это сказал. Но 2-0, кстати, происходит. Ну ладно, чё, чё, честно, здесь я понимаю, что я вообще тут зря возмущаюсь. Всё-таки 4-й тиф. Чувак не играет как Ибер, скорее всего, он уже обречён. Ещё и с красным тайм-финишингом забиваю я. Ну, то есть, сами понимаете, сами всё видели. А что это? Нахрена? А нахрена он пошёл в АПЛ сейчас, когда, извините, все играют Ла Лигой? Так, Бензима. Опять что за пас? Что за пас? Хрен пойми куда. На секундочку, у него Казимира на правом фланге. Это, конечно, интересное решение. Фарлан побежал. Побежал, ускоряется. Его не успевают здесь. Не успевают его здесь жрать. Фарлан, не щену. Добивай. Хорошо. Ой, хорошо-то как. Ой, как хорошо-то. А будет честно, объясните мне, как это не пенальти? Ничего, сейчас Фарлан. Фарлан, заканчивай. Тем временем мы доминируем. 1-0. Так. Ну, блин, опять Бензимоид. Ну, что не так с этими передачами в этой игре? Что это? Ай-яй-яй-яй. Сейчас вот зато, смотрите, какой пас проходит. И здесь 1-1. Ну, вот, пожалуйста, чуваки. Поражаюсь, как сейчас там я подреблю за Фарланом. Ага, вот опять Салиба, великий Салиба, блин, перехватывает. Казалось бы, ну, простейший пас, простейший пас от Тоти Бензема. Ну, что за бред? 2-2. И овертайм, чуваки. Ну, честное слово, ну, оба мяча забиты после того, как Бензема, Бензема Тоти не смог отдать пас. Ну, хорошо. Блин, Бензема сейчас такой, такая инерция у Бенземы. Сейчас чувствуется писец. Идеальный заброс, чуваки, и, конечно, и ко... О-о-о-о! Спасибо, Бону, спасибо, и сборная Марокко. Нет, Казимира идеально убирает все. Ну, нет, Бензема, Бензема, отобрал, отобрал, ну! Да ну! Так, ну все, чуваки, я понимаю, это парашный гол, но по совокупности я заслужил что-то забить. Фернандо, свеженький Фернандо, вот для этого я выпускал его, чтобы он корпусом играл своим. Обалдеть! Да-а-а-а, чувачки, чувачки. Ой-ой-ой, так. Ладно, Фернандо, опять пас. Объясните просто мне, вот. Сначала у него проходит пас, тогда, когда это сложно сделать, зато потом в самый простой пас у него не идет. Чуваку не повезло, но нахер играть АПЛ в режиме Ла Лиги сейчас, я не понимаю. Может быть, это карма. Так, ну что, забираем 85+, и забираем ТОДС Ла Лиги. Сегодня получилось чуточку менее бомбически. Я, кстати, еще и забыл, у меня же пак с кумиром был. Ну вот, давайте сначала разберемся с ТОДСами Ла Лиги, а потом уже разберемся с кумиром. Ну вообще, у нас тут есть еще золотой редкий 84+, здесь может быть ТОДС. Это может быть ТОДС. И это ТОДС, чуваки. И это Аргентина. Правый защитник. Молина. И кажется, и Спорт сейчас думали. Так, сейчас ты откроешь пак с гарантированным ТОДСом Ла Лиги. Отдам-ка я тебе самое парашное, что там может быть. Ладно, блин, это не самое, на самом деле, мне кажется, парашное там карта, но все же это не Венисиус. 85+, но теперь и Спорт знает, что я не открываю ТОДСов Ла Лиги, поэтому подсовывает мне обычную золотую карту. И снова Аргентинец. И на этот раз это опять же защитник Сивилии, чуваки. Вот какой прикол получается, а? Получается, я обманул и Спорт, и Спорт решили мне отомстить. Дали мне всего лишь Акуни из 85+. Ну, окей, окей, ладно. Но знают ли они, что сейчас я открою пак с ТОДСом Ла Лиги? Они этого не знают, они к этому не готовы. А мы готовы, мы готовы поймать здесь что-то крутое. Давай, бразильские флаги. Нет, похоже, и Спорт так просто не обмануть. А сейчас будет стат-ревиал кумира. Арсенушка справился со своей задачей, наконец-то принес Родриго. Настало время Микели и Артеты. Ну что, поехали, ребятки. Так, ну что, физуха. Ну, знаете, такая себе. Головой он тоже особо играть не любит. Все очень зависит от дриблинга. Дриблинг 90+. Все хорошо, можем идти дальше. 92. Чуваки, если это бутро, это будет очень обидно. Но это очень походит на бутру, честное слово. Передачи хорошие. Удары 96. Ребятушки, ребятушки. Неужели что-то хорошее? Скорость. 91. Чуваки, это бутро, по-моему, нет? По-моему, бутро. Это будет очень трально, если это бутро. Но, может быть, и не бутро. Но очень хорошие удары. У меня только бутрогенио что-то приходит в голову. Такое со статами. Не знаю. Ну, Юркий, маленький какой-то игрок. Может быть, это какой-то другой мета, чувак. Но 96 ударов, что-то вот прямо сочно выглядит, чувак. Ладно. Вы поняли мои прогнозы. Я буду очень рад ошибиться. Ну, поехали, Микелий. Это Пушкаш, чувачки. Нет, бутро! Теперь вы понимаете, почему я подумал, что это бутро. Потому что они оба такие маленькие, юркие засранцы. Ну, нифига себе, нифига себе. Не, ну, конечно, сейчас Пушкаш уже не такой дорогой. Но, понимаете, когда ты ловишь постоянно какую-то хрень, словить Ференса, ну, это я считаю победой. Да, это не Титан Ференс, но я доволен. И вот на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь.